Уайсап, народ, на сайте Финдрит, встретимся в серии Бункера, называется План, погнали! После продолжительной дискуссии мы все-таки решили отправиться в Бункер, чтобы там уже письменно составить весь список и решить, что же нам делать. Первый пункт, который мы внесли, предложила Саша. Ребята, у нас очень большие проблемы с продовольствием. Если мы сейчас же не займемся охотой и не запасемся большим количеством пищи, то тогда придет это зунами, и мы можем просто... Блин, еще одна проблема, жрачки нету, серьезно, охренеть, чуваки. А там же эти гнидосы идут еще, я не знаю, как назвать иначе, мародеры идут прямо сюда. Не, ну они же не знают точного конкретного местоположения, они будут рыскать пока по лесу, типа, может быть, Саша... Блин, слушайте, серьезно, они же не знают, где находится Бункер. Поэтому, может быть, Сашенька как бы их там и встретит, пока будет охотиться, да, и в крысу их там где-нибудь сзади подберез, размотает их, блин, может быть. Если даже мы забуримся и закроемся в этом бункере, то просто помрем и будем жрать друг друга, как эти дебилы заобиокали. Также нужно заняться улучшением бункера. Кто знает, когда эти твари припрутся. Если что-то не пойдет не так, нам нужно исследовать пещеру. Ведь вдруг что-то пойдет не так. Нам придется срочно покинуть бункер. А это единственный и вход, и выход из него. Эти чуваки взяла биокада, которые вы еще... Блин, они же так и не узнали, типа, где есть нормальный выход из пещеры-то. Типа, не, ну насколько мы пока знаем, только прыгайте, если в эту странную яму. Но навряд ли они станут туда рисковать. Кстати, реально, может быть, им стоит реально в этот лагерь отправить. А что там с лагерем, в который гоняны Костян и Саша? Может, сгонять нам туда? Забрать? Припасы какие-то остались? Еда, которую вы не заметили? Также я считаю, что нужно сделать еще больше ловушек на животных и расставить пещеру. О, да! Это, возможно, принесет нам еще дополнительную пищу. Вы помните, что сказал тот урод по рации? Он сказал, что убьет нас. Поэтому нам нужно сдать пару ловушек, которые попадут в другие люди. К примеру, поставить такую же яму с костями. Виталий и Эд только что рассказали, что с огородом творится полное жило. Поэтому нужно заняться им. Ведь скоро там уже должны созреть первые плоды. И это мы сможем забрать с собой в бункер. Возможно, даже несколько месяцев прожить питаясь, где вы вырастили. Однако, если мы перестанем за ним следить и дальше продолжим забивать на него огромный болт, то, я думаю, мы можем потерять часть, а то и есть урожай. Ну, короче, надо поделиться опять просто-напросто по частям. Типа, там как раз их достаточное количество людей. Типа, там двое занимаются огородом, двое на охоте и двое, не знаю, там, бункером занимаются или что-нибудь. А, нет. Яму, яму роют, ров какой-нибудь делают. Типа, попробовать создать новую надежную дверь в бункере, взять старые обломки и установить некоторую... Реально, как раз вроде шесть. Ну да, как раз получается поровну, типа. Двое как раз делают яму с колями и вообще ништяк, всякие ловушечки под мародеров. Или под зомбарей. Блин, ну, прикиньте, реально, зунами просто пойдет. И хрен в туча, зомби понападают в эту ловушку и просто доверху забьют эту сраную яму. К сожалению, эта дверь не выдержит. Кажать бы. А вот тупые зомби не смогут через нее прорваться. А, может, проверим тот дом, в котором Саша слышал крики девушки? Список был составлен из 10... Мне кажется, от большого количества зомби как раз таки двери не выдержат. ...только решить, что же действительно является самой приоритетной задачей. Мы начали свое. Не, ну, зунами пока еще вроде как не скоро. Все варианты, которые мы здесь с вами предложили... Типа, они еще там пока далеко эти зомбари. ...соск, который мы составили. Я могу сказать точно, что основными приоритетными задачами сейчас являются и провизия, и оборона. Потому что скоро могут прийти зомби. Также, как подметил док, скоро могут прийти какие-то уроды, которые пытаются нас убить. А поверьте мне, я был на корабле, и у них много оружия и людей. Также у нас заканчивается еда. Огород, охота, все это действительно нужно. Но первой задачей, за что я действительно отдаю свой голос, это действительно плотная, надежная дверь. Да, она нас не защитит от людей. Но если те ребята с зообиокада были правы, то дверь действительно нас спасет в тот момент, когда сюда придет зунами. Похоже, остальные были согласны со мной, что дверь действительно важна. И мы решили назначить на эту задачу Эда. Да, ребята. Спасибо, что доверились с ней. Я очень рад, что та идея, которую предложил именно я, оказалась самой важной и первостепенной. Ой, не преувеличивай. Самый, блин, важный тут, тип, да-да. Потому что мне нужен значный аппарат, поэтому если вы его где-то достанете, то это упростит весь процесс. Ребята, наши внешние ворота сломаны, а чистокол в некоторых местах уже начинает гнить. И к тому же, если начнется перестрелка, у нас мало укрытий. Поэтому я считаю, что нужно привести нашу оборону в порядок и улучшить наш бункер. Само собой. Получение бункера у нас стало второстепенной задачей. Сразу же после того, как мы создадим плотную и надежную дверь. Ребята быстро поддержали эту затею. Те две идеи, за которые мы проголосовали, довольно хорошо защищают нас от зомби. Но как же люди? На коле они сами не будут прыгать. Дверь просто выше, как я это сказал. Надо сделать ловушки. Если мы обезречим хотя бы парочку из них, это прибавит нам шансы. Мы приняли решение, что люди действительно представляют для нас угрозу не меньше, чем зомби. Поэтому третья задача из нашем списке... Я бы даже сказал, больше угрозу, чем зомби. Они представляют. Ребят, чтобы сделать огород и посадить туда еду, мы потратили очень много сил и очень много времени. Поэтому просто сейчас забить на него хрен будет неправильно. Все остальные быстро с этим согласились. И поэтому огород настал четвертой задачей в нашей списке. Огород это, конечно, хорошо, но если зомби или другие люди придут до того, как там все созреет... Если я отправлюсь на охоту сейчас, то, возможно, я смогу добыть огромную тушу. А Виталий при помощи специй и всего остального сможет это правильно запенсервировать. Ну, или что он там делает. И мы сможем питаться этим очень долгое время. Мясо сытное и полезное, а еще в одном из зверей его достаточно много, чтобы жрать несколько недель. Плюс там есть кости, шкуры и другие полезные штуки, которые мы сможем достать с животных. Сложно было спорить с Сашей, ведь если бы кто-то из нас попротивился, она бы сломала бы нам руку и запихала бы ее в жопу. Ну, или мы так думали, по крайней мере. Поэтому мы согласились, что это действительно важная задача охота. Но задача этого ложится прямиком полностью на Сашу. Таким образом, из 10 задач мы выбрали 5 самых основных. Остальные 5 задач, которые были в нашем списке, отправляются в долгий ящик. Потому что мы точно не успеем их сделать до прихода зунами или же других выживших, которые собираются нас убить. Но ничего, этими задачами мы сможем заняться и в следующий раз. Ну все, ребята, мы определились, поэтому я считаю, что каждый должен заняться своим делом. Саш, ты тогда отправляйся на охоту. Эд, давай делай что-нибудь своей дверью, я пойду сейчас в огород. Док, ты тогда пойди посмотри, где можно будет расположить ловушки на людей. Я бы на твоем месте советовал смотреть со стороны деревни, потому что если эти уроды и пойдут откуда-то, то, наверное, со стороны деревни. Вот, либо что-то около той области. Потому что, сам понимаешь, мы с Эдом были там, мы там убили одного из них и вот как-то так, я думаю, это будет. Ну это понятно, но я думаю, надо все равно вокруг нашей защиты сделать. Вдруг они будут обходить и сделают тактику зажима. Ну, типа да, знаешь, вот где у нас ловушки, сигнализация стоит, а по бокам где-нибудь эти ловушечки поставить, чтобы если они увидели сигнализацию, они, думаю, заметят, да? Они пытаются ее обойти или перевешивать, типа бах, падают, короче, ну ты понял. Займись этим, найди самые лучшие места, самые незаметные и там мы будем копать. Виталий, на тебе же сейчас задача такая, просто пройтись вокруг нашего лагеря, посмотри, что где, где может чистокол гнил, где нужно его заменять и так далее. Мы должны полностью собрать всю инфу, чтобы это тоже все сделать. После того, как я закончу с огородом, это достаточно простая задача, я помогу тебе с чистоколом и с воротами в наш... Ну вот, нормально, все просто делились, так, распределились. Так, ну ладно, раз все знают, что им делать, давайте же приступать за работу. Усянусь поудобнее, блин. Что? Что такое, товарищ старший сержант? Я увидел пару зомби на нашем пути. Кажется, их придется устранить. Так район же был чист от зомби. Походу, слухи про зунами оказались правдой. Тогда можно вернуться на корабль и приготовиться к обороне? Я думаю, мы успеем убить этих уродов и вернуться до пришествия зунами. Так что мы сейчас будем делать, товарищ старший сержант? Ты берешь с собой Макса и идите устраните зомби спереди. Есть, сэр! Нифига их тут. Жалко, конечно, что они не вернулись на корабль. Так, здесь мы видели их след в последний раз. Кажется, здесь что-то осталось. Ладно, попробуем пойти по наводке, который нам оставил Петька. Ну, типа, он сказал километров, там 10-15, да? От того места, где они были. И типа, ну, как бы, сложно все равно ориентироваться по всей местности. Ага, вот здесь у нас... Мошенники следы, блин, конечно, я буду дохожу, чтобы заменить. Так, и тут. Бою мать, да здесь целый кусок прогнил. Если зунами придет, то нужно быстро в наш огород снесет. Так, с этой стороны на нас мало нападали, поэтому тут все в порядке. Без сварочного аппарата я из этого нихера не сделаю. А его нету. Так, что же мы можем здесь придумать? Ближе ко входу бункер сужается. То есть, если с этой стороны мы поставим что-то огромное, а изнутри подопрем это палками, а также вровем землю прямо перед входом, тогда зомби не смогут проникнуть внутрь. Осталось только придумать, что же будет пробкой в нашем бункере. Что-то плотное. Из-за этого мусора. Что-то, видали, там идет? Сейчас фаршок у него дела обстоят. Виталь! А? Да? Ну что, я с огородом закончил. Может тебе с этим и с чистоколом помочь? Да я его тоже осмотрел. Там полным-полно всякого гниющего. Ну ты понял, короче. Так, понятное дело, сколько здесь зомби уже полегло? А, мы, суждано, не знаю, тысячу на этом положили. Надо было записывать. Не, ну, главное... Блин, реально киллбар вести чист. С одной стороны, а с другой на нас мало нападали. Да что такое, а? Там меньше всего повреждений. Понял. Эд, у тебя там что? Я бесит из-за диванка на микрофон. Да вот, с дверью разбирался. И что, в итоге, сварочным аппаратом мы нигде не нашли, поэтому... У тебя есть какие-то другие идеи? Ну, типа. Хорошо, ладно. Тогда, Виталий, я, наверное, помогу Эду с его планом, потому что, ну, коль я, коль я имя, дверь всё-таки надо сделать, сам понимаешь. Ну да, тоже верный план. Давай, Виталий. Ну, давай, Эд, введи меня в курс дела. А как они сами его сделают? Сварочный аппарат? Нифига. Хм, здесь находится наша растяжка, и противник, скорее всего, захочет её обойти. Почему её привычка записывать бункер ночью, когда я уже вроде бы спать хочу? Вот это место... Меня ты бесит. Подойдёт для ловушки с кольями. Если они захотят обойти ещё с другой стороны, то тут тоже надо сделать. Хм, и здесь тоже стоит. Так. И с противоположной стороны надо расположить ещё одну ловушку. Ну, тут прям надо по периметру, прям. Мне кажется, вообще ловушки понаделось, прям понатыкать. И ненормально будет, я думаю. Этого будет достаточно. Осталось только забрать лопату и приступить к раскопкам. Ребята, нам нужно огромное толстое дерево. Эт, нахера нам такое огромное бревно? Можно обычное вам порубить деревья и из них что-нибудь придумать. Нужно бревно, которое не продержало бы в этот проход. Эээ, нахрена оно нам? А, Виталь, ну ты чё, я уже понял, что задумал Эт. Смотри, если мы туда закинем такое бревно, то зомби тупые, которые будут проветаться, пройти к нам в бункер, они будут просто, ну, врезаться в него и идти, а оно не будет пролазить. Ну, то есть, круглый говоря, пробку в бутылку сделаем, понял, да? Именно. А, понятно. А чё, прикольная идея. Ну, а чё они могут стоить? Наверное, нам нужно будет чуть-чуть его подпереть с другой стороны на всякий случай, то вдруг они прорвутся и может какую-нибудь раму сделать, да и перетаскивать его туда-сюда будет, ну, сложновато, но это лучше, если мы увидим зунами, просто забуримся в бункере и подобрём себя этим бревном, а? Да. А бревно? Для надёжности я бы выкопал яму у прохода. Ну да, для того, чтобы оно ещё лучше там сидело, всё понятно, всё ясно. Погодите, а если оно застрянет, то получается, что мы тоже застрянем в бункере? Виталь, во-первых, вы не тупые зомби, и в крайнем случае у нас есть инструменты, топоры, пилы. Это всё-таки дерево, мы рано или позже сможем пробуриться. А во-вторых, ну смотри, проход сужается в бункере. Соответственно, запихать бревно туда будет крайне сложно, ну, то есть, это практически невозможно. А вот выпихнуть его оттуда будет до легкотня вообще. Ну, тогда понятно. Вообще, идея здравая. Правда, от других людей это не сильно защитит. Ну да, они могут точно так же и выломать эту фигню, и вытащить с помощью каких-нибудь верёвок. Ну, на чолов насрать, главное от зомби. Да, против других людей это защита. Ну, это, конечно, их остановит на какое-то время, но не как с зомбарями. И что это получается? Нам сейчас придётся отправляться и искать огромное дерево в этом лесу? Виталь, знаешь чё, ты тогда лучше останься. Ты там уже колья нашёл, которые нужно заменить? Да, нашёл. И поверь, их очень много. Ну вот, тогда знаешь чё, у нас всё равно пила, топоры... Можно вообще ещё больше всяких колей понатыкать. Даже, ну, не перед бункером, а вокруг него тоже. Чтобы хотя бы какая-то там часть зомби тоже, ну, полегла. Как бы, и не дошла до бункера. И будет нормально тоже. У нас есть несколько инструментов. Тогда ты тогда заменяй колья. А мы с Эдом, так как я уже закончил с огородом, я им помогу, пожалуй, прогуляемся и поищем, ну, это такое огромное дерево. Я думаю, в лесу должны быть старые деревья, знаешь, здоровые. Если хоть это нам подойдёт, то, я думаю, мы сами его спилим. Но вот уже заточить нужно будет помочь. Потому что мы, наверное, не сможем его разрубить на несколько частей, потому что желательно притащить большой кусок, чтобы он точно влез в проход так, как нам нужно. Ну, всё, ребятки, давайте за работу. Док, слушай, у меня там закончились колья. Когда будут готовы новые? Виталий, пять минут, сходи пока за водичкой. Да, хорошо, сейчас принесу, меня тоже начала мучить жажда. Они бы хоть меня лишь бы, что ли. Кто один чел, устает пилить? Оставить кулину попроще, чем пилить их. Виталь! А! Ха! Ты чё ты так пугаешь меня, док? Не срочно нужна твоя помощь, Виталь. Один я тут не справлюсь. Ух, с чем тебе помочь? Видишь ли, Виталь, я решил заняться ловушками на людей, и один я точно не справлюсь. Ты мне поможешь? Ну, вообще у меня и своя работа есть, но с чем тебе конкретно нужно помочь? Ну, можно сначала выкопать ямы, а потом поставить туда колья. Док, у меня здесь своя работа, но мы можем сделать таким образом. Ты мне поможешь с кольями, потому что это намного быстрее. А потом я помогу тебе с ямами, потому что с ними возиться намного дольше. Ладно, окей, по рукам. Что от меня требуется? Вот видишь, вон то дерево, которое мы срубили. Из него нужно будет сделать новые колья и поставить вокруг огорода. А затем мы сделаем колья и поставим их в твои ямы. Думаю, одного дерева нам может не хватить, но пока нужно заняться именно этим. Ну, и чем вы тут занимаетесь, мальчики? Да вот, чистокол вокруг огорода меняем. И скоро будем копать ямы. Ладно, поняла. А я вот с волчиком собралась на охоту. О, отлично. Надеюсь, ты нам принесешь что-нибудь. Блин, а прикиньте, прям перед бункером, если огромный ров вырыть. Только как через него, конечно, самим проходить, хрен его знает, но, блин, идея охерительна сегодня. А я это потом приготовлю. Да, мальчики, я постараюсь, это еды осталось совсем немного. Удачи тебе, Саш. Волчек, тебе тоже удачи. Костян. Да, чё такое, Эд? Нахера ты лейку с собой взял? Да, хрен его знает. Чё-то просто после огорода забыл её убрать и смотрю, она в руке. Забылся немного? Ну ладно, пойдём дальше. Ого, Эд, посмотри, кажется, это то, что нам нужно. Ну, не знаю, Костян, оно выглядит слишком большим. Эд, ты чё, испугался дерева? Да мы его легко оттащим. Ну, не знаю, Костян, ты хоть верёвку с собой взял? Да, верёвка бы нам не помешала, походу придётся вернуться в лагерь. Да, ты прав, заодно и лейку закинешь. Да, пойдём. Да ещё бы людей не помешало. Взять, а тут же тану супер-какую-то гигантское. Блин, и здесь ничего нет, волчек. Время уже подходит к вечеру, а мы всё ещё ничего не поймали. Так, надо бы её починить. Ну, так намного лучше. Надеюсь, в следующий раз хоть кто-нибудь попадётся на эту ловушку. Ну, если мы никого не поймали, то, может, поищем другие источники пищи в лесу? Ну, например, яды, грибы, кора, жуки. Я про это читала в книгах. Не переживай, волчек, книга у меня с собой. Там написано, что ядовитая, а что съедобная. Пойдём. О, Виталя! О, вы уже вернулись? Да, да мы с собой нифига не взяли ни верёвку, ни пилу, ни топора. Там всё это дерьмо пригодится. Да и лейку я с собой зачем-то взял. Я смотрю, вы тут коля новые сделали, да? Да. Поливать дорожку, чтобы скользило. Картян, в отличие от нас, они хоть что-то сделали. Нам бы тоже нужно внести свой вклад в развитие бункера. Да, согласен, это то мы что-то с тобой прогулялись по лесу. Ну, хоть дерево нужное нашли. Ладно, Виталь, дай-ка нам инструменты. У вас же там ещё есть парочки запасные? Да, можете взять пилу и топор. У нас как раз есть запасные. Окей, Виталь, тогда пойдём возьмём. Док, кажется, здесь достаточно глубоко. Виталь, отлично. Тогда я сейчас принесу коле и воткнёшь их. Хорошо, док, я жду. Ух, док, это было достаточно сложно сделать. Виталь... А где это, а не яму сделали? Это одна из шести. Чего? Ну, тогда нам понадобится помощь, ребят. Ни хрена. Они уже должны, наверное, были вернуться. Не, ну яма то, что надо, реально. Нужно будет чем-то накрыть. Одна из шести, блин, капец, ещё раз. А эту пушку песка нужно убрать. Маскировкой займёмся уже после... Да, ну сюда веток просто, не кидайте каких-нибудь. А зачем ждать? Мы сначала выкопаем все ямы, покажем своим, чтобы они не упали, а потом уже прикроем. А то представь, что было бы, если они не знали, где яма, ходят по лесу и просто оп, и падают, и умирают. Да, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из наших повторил судьбу Никиты. Вот именно. Да, не ожидал я, что эта херня будет такая здоровая. Ну ладно, в крайнем случае, если что, просто его покатим. Хорошо. Ну да, давай потащим это бревно. Да какие-нибудь салазки бы взять. Волчик, да это, кажется, лисички. Мы можем их собрать, а Виталий уже что-нибудь из них приготовит. Так. О, здесь ещё какие-то грибы. Так, волчик, вот эти желать нельзя. Я считала, что они галлюциногенные. О, зато вот эти есть, кажется, можно. Уууу. Кручая охота. Собрать грибы. Тут целая куча, если всех их собрать, то мы сможем питаться несколько дней, а то и больше. Имба. Ох, капец. Я думал, мы эту херню не дотащим. О, док, Виталя. Да. Да. Смотрите, что мы приторопалили сюда. Насибеть. Да, это вот как раз таки для того, что я это рассказывал, да? Понял, Гиталь? Вы как вообще её дотащили? А она на самом деле такая тяжёлая. Я на самом деле из этого переживаю. Есть ли древесина внутри? Ну, нет, вроде нормально внутри древесина, но крепковатая, крепковатая, да? Крепковатая, смотрите. О, видали? Док, тебя не было, вкратце. Это знаешь, для чего нужно? Мы будем из этого дверь делать. Гиталь, я тебе ещё не рассказал? Дверь? Из этого? Да, мы сделаем пробку, понимаешь, как бутылку, пробку. И зомби будут идти, и они смогут пройти внутрь из этой пробки. А мы сможем изнутри её убирать, когда они будут уходить. И всё, нормально. Ну, вроде, клюди не защитит, а так защитит. А если она распухнет после дождя? Так, ну, накроем чё-нибудь, сделаем тент. Всё, договорились? У нас куча верёвок. Вот, смотри, сколько у нас здесь всякого дерьма. Вот это можно сделать из этих шмоток одежда. А можно сходить до лагеря. Там ещё палатки есть, и всё остальное. Мы собирались туда сходить. Так, ладно. Я бы сходил бы. Кастин. Давно не уходил из бункера. Чё такое, Виталий? Я вижу деформация ландшафта. Прошла успешно, да? Ну, это всё, это огромная херня. Прям чуточку так пристрадал ландшафт. О, пошли с нами. Хочешь показать? Да, да, да. Пойдём, 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 пойдём. Интересно даже. Нифига, ну чё за огромный муравейник здесь появился? Раньше такого не видел. А это я построил. Муравейник построил? Муравейник? Зачем? Сейчас посмотрим. Так, вот тут аккурат, аккурат, смотри под ноги. Ага, хорошо. Нифига себе. О, где-то я такого уже видел, что яб, в которую Никита упал, телепортировали сюда. Да, давай. Давай не будем плохим, пожалуйста. Ну, похоже, похоже. Прямо как будто бы скопировали оттуда. Ладно. Хорошо. Только вот эта вот куча палится. Но, Костян, одна проблема есть. Это одна из шести. Из шести? Нам нужна ваша помощь. Так, ладно. А куда-нибудь землю девать. Просто раздравняться. Вот. А ты тогда иди займись дверью, договорились? Хорошо. Всё, давай. Ну чё? Показывайте, где следующее, мужики. Ну, пойдём. Лопату только заберу. Так, говноли. Да, босс, а что мы остановились-то? Мы строим здесь привал. Да мы уже столько лесополосы причесали. Я уверен, их убежище где-то рядом. Товарищ старший сержант, так может, последний рывок и завалим этих гадов? Завалить мы их ещё успеем. А сейчас нам нужно отдохнуть. Так точно, товарищ старший сержант. Как они меня бесит, эти все мрадзоры. Да, ребят, походу я здесь уже закончил. Они вообще на контакт на нормальный идут. И он тут с Солянова справился. Да, я тоже в шоке. Может, посмотрим, что он там сделал вообще, а? Ну чё, погнали. Так, вроде всё готово. Эд, ну чё у тебя тут? Да вот я почти закончил. Мы тоже с ребятами разрыли ещё две ямы. Но, как сказал, долг их там шесть, да, долг? Сколько нужно ещё разрыть? Три получается? Да, ещё три. А помимо этого, нам нужно их ещё замаскировать и от песка избавиться. На этому штуке ещё день или два. Да ладно тебе, если все вместе будем работать, то быстро управимся. Может, даже за часов шесть. Костян, ну шесть часов, ты чё-то нас переоценил. Мальчики, чем занимаемся? О, Грибочки подъехали. Сашенька, привет, да вот, много шоу сделали, а ты расскажи, чё-нибудь добыла в этом лесу своём, а? Ребят, к сожалению, не получилось ничего поймать и в ловушках ничего не было. Блин, а дерьмо. У нас так мало еды. Ну ничего, Саш, ты здесь не виновата, но ты молодец, что ты в нём случае по лесу прошла и это поискала там что-то ещё посмотрела. Надо, наверное, ещё дальше от бункера ловушки ставить. Лучшая новость, я нашла целую поляну грибов. Съедобных? Да. Так, Саша, я делала из них отличную похлёбку. У меня их тут целый рюкзак, также я взяла немного съедобного мха. О, мох, ну ладно, если нечего будет жрать, это тоже неплохо. Что-то ещё нашла? Нет, ничего больше не было, но я начала разбираться в лесу, что где искать, поэтому в следующий раз, думаю, найду больше. Это отличная новость, Саш, а мы здесь, смотри, сделали дверь против зомби, ну-ка, покажи. Смотри, здесь есть углубление, в которое мы засунем бревно, которое будет блокировать проход для зомби. О, я поняла, отличная идея. Ну чё, ребят, может пойдём, я приготовлю супец, и мы отправимся спать. Отличная идея, Виталь. Нет, нет, мы должны прям... Только как они его будут заталкивать туда? Да, ну типа бревно надо затолкнуть туда, и как бы попасть внутрь. Как они это будут делать? Мне вот это не до конца понятно. Просто как бы, ну, стащить со стороны бункера, как бы, вот так вот, типа, на себя, это не очень удобно. Прямо сейчас всё доделать. Док, а с чём твоя проблема? Почему мы просто не можем доделать это завтра? Ты чё, не слышал этого психопарации? Он обещал нас найти и убить. Ты думаешь, он нас прямо сейчас ищет где-то? Может быть он, а может быть целая команда, чтобы отопсидеть своего друга. Но вообще, док, в твоих словах есть логика. Не, вообще мародёры с дамбы могли бы уже с лёгкостью раскидать этих шамков с корабля. Но я не знаю, что они там, блин, тупят. Но мы немного устали. Как бы потому что на корабле они явно слабже. Сон и отдых, а на то, чтобы докопать твои вот эти вот ямы, да, и застелить их этими, ну, листвой всякой, ветками, да? Конечно, ведь тогда у нас будет больше шансов, что эти ребята убедят в нашу ловушку. Тут ты прав, док. Вот прикинь, их придут, ну, скажем так, четверо. И трое из них упадут в наши ловушки. С одним у нас не будет проблем. Я, конечно, чуть-чуть подустал, ребята, но я думаю, что надо задуматься на своём меддока. Док херни не скажет. Прямо сейчас в телеграм-канале вас ждёт опрос, в котором вам предстоит решить, как поступить нашим героям. Стоит ребятам отдохнуть после тяжёлого рабочего дня и набраться сил, ведь кто знает, что ждёт их завтра. Либо же продолжить строительство оборонительных сооружений, ведь в любой момент могут прийти друзья застреленного рядового, а у них ещё толком ничего не доделано. Выбор, как всегда, за вами. Голосуйте в телеграм-канале по ссылке в описании и поддерживайте выход новых сервисов. Ну, в любом случае, доделать эту хероту стоит, как бы, да, но... Что лично мне, как бы, стрёмно и непонятно. Типа, как бы, они могут в процессе всего этого дерьма прийти. То есть, чуваки будут пока там рыть ямы, да, условно, те же. Тут придут эти мародёры. И чё тогда? Как бы застанут просто врасплох. Хреново туча жертв будет. Блин, не знаю, ну, всегда вот эта вот стрёмная херободра. Короче, не знаю. Ну, отдыхать, блин, ну, типа, не стоит однозначно. Ну, как бы, может быть, стоит рискнуть. Типа, копать дальше это всё дело, типа, и, может быть, повезёт. Они пока ещё не придут. И ребята успеют, как бы, всё... Всю работу доделать до конца. Короче, думаю так. В общем, друзья, буду на этом заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Финн. Всем удачи и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.